Если ипотека взята до брака, то после развода квартира делится. В этой жизни могут происходить не только радостные события, такие как свадьба. Могут наступить сложные времена в жизни семьи. Прежде крепкая и счастливая пара начинает распадаться и решается на развод, который влечет за собой такое последствие, как разделение совместно нажитого имущества. Если ипотека взята до брака, квартира, которая куплена благодаря кредиту по ипотеке, оформлена перед официальным заключением брака. Давайте разберемся, что ждет мужа и жену во время развода в такой ситуации. Если жилье было оформлено по ипотечному кредиту кем-то из молодожан перед бракосочетанием и при этом оплачивалось его собственными средствами, то такую квартиру нельзя считать совместно нажитым имуществом. Когда произойдет расставание людей, эта собственность будет оставлена у мужа или жены по правам единоличного владения. В такой ситуации второй из них претендовать на данный вид жительства не сможет. Возможность ипотеки для молодожен, но есть факторы, при которых другой супруг все же может заявить свое право на часть в данном жилье. Таким обстоятельством будет ситуация, когда пара, не оформившая свои отношения, официально покупает вместе квартиру в ипотеку, причем Один из них является заемщиком по договору и уплательщиком ипотечных взносов, а второй добровольно участвует в огашении части займа Из своих собственных денег и есть факты доказать это, или если муж оплатил дорогостоящий ремонт, то даже если ипотека взята до брака, то после развода квартира делится. Для подтверждения факта оплаты в обязательном порядке придется предоставить выписки с банковского счета, чеки, расходные и накладные квитанции, договоры купли-продажи недвижимости или другого имущества, приобретенного одним супругом перед браком и проданного им Для погашения ипотечного кредита Важно! Часть причитающейся второму супругу после расторжения брака рассчитывается на том основании, сколько было потрачено средств на оплату займа Необходимо предоставить все платежные документы, подтверждающие его траты Возникает вопрос, если квартира куплена в ипотеку до брака, что будет при разводе Делится ли квартира или деньги? Давайте разберемся подробнее На сегодняшний день оформление ипотечного кредита может быть одобрено отдельному физическому лицу паре, планирующей пожениться Но подающей заявку в банк перед оформлением брака лицам, проживающим в гражданском браке Плательщикам и заемщикам по ипотечному договору может выступать как один из молодожан, так и оба могут быть со заемщиками Причем только один супруг может быть плательщиком по долгу, а второй супруг – со заемщик без платежей Что делать при расторжении брака? При расторжении брака, в случае вероятного признания квартиры совместным владением владения, а также оставшийся долг по кредитам на Ипотеку должны быть разделены в равных долях на каждого из супругов Женатые люди имеют право решить данный вопрос в досудебном порядке, либо решить этот вопрос через суд Судебная практика такова, что как правило обоим супругам присуждает по одной-второй стоимости ипотечного имущества и соответственно также в равных долях распределяются ипотечные платежи Но также следует иметь в виду, что квартира, обремененная ипотекой, является залогом у банка и на каждое такое действие потребуется решение банка А банк, в свою очередь, может и не разрешить вынести такое решение в связи с тем, что кто-либо из супругов имеет недостаточный доход При таком решении плательщикам по кредиту будет оставлен тот супруг, который был заемщиком изначально Взятие кредита на ипотеку квартиры в ипотеке до брака как делить при разводе Существуют разные способы, исходя из ситуации в различных случаях Например, может быть такой вариант, что кто-либо супружеской парой изъявил желание отказаться от своей доли в ипотечной квартире Выплата признается личным долгом мужа, жены, оформившего его перед заключением брака Второму супругу возмещаются расходы, понесенные им на оплату части долга в добровольном порядке по договоренности между супругами или по судебному решению Либо семья совместно погашает ипотеку, а в дальнейшем каждый получает свою долю от недвижимости после того, как долг будет полностью погашен Обратите внимание, возможно разделение о ненедвижимости на доли оформления новых ипотечных договоров на каждого благоверного отдельное деление долга на Оставшуюся часть непогашенного кредита на обоих в соответствующих долях При этом каждый выплачивает свою долю долго независимо от бывшей второй половины Однако банки, как правило, очень неохотно идут на это К тому же из-за нового оформления такого займа начисляется от 0,5% от суммы невыплаченного ипотечного взятия средств В то же время кто-либо из супругов имеет возможность отказаться погашать ипотечный кредит В удобном исходе событий банк потребует погашать долг за супруга, что вынес отказ второго и будет неважно кто был изначально заемщиком В этом случае тот, кого обязали погашать долг целиком может подать регрессное требование Но как правило, если изъявляющий отказ платить, это жена, которая в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком и у нее нет достаточного Дохода то такое требование на практике ничего не дает Следует поставить некоторые акценты на ситуации при разводе Если заем на жилье убрался до брака и в стоящем доме сдан объект был уже после свадьбы Имущество будет засчитано как общее даже Если ипотека оформлялась до заключения брака А также, муж или жена может располагать на одну-вторую часть квартиры, невзирая на то, что не вносилось первоначального ежемесячного взноса Важно, если же развод состоялся до сдачи дома Тот спутник жизни, который освобождает от оков займа, но производил вклады средств, имеет Право на возмещение своих расходов после полного погашения кредита Как правило, при разделе квартиры тому супругу, с которым останутся жить несовершеннолетние дети, достанется большая часть Соответственно, если ребенок остается жить с матерью, то будет получена две трети квартиры А если мать находится в отпуске по уходу за ребенком и у нее нет достаточного дохода, чтобы погашать свою часть ипотечного кредита То банк примет решение обязать мужа брать на себя также погашение доли жены по кредиту Деление имущества квартиры в ипотеке до брака, как делить при разводе Существуют ли способы предусмотреть исход событий? Да, есть, можно составить брачный контракт Это эффективный способ защитить свое имущество Часто брачный контракт хороший в тех случаях, когда женщина, выходя замуж, рассчитывает раздеть будущего мужа при разводе и приобрести Жилье таким нечестным видом практик Важные моменты Контракт составляется в рейсменном виде и подписывается обоими супругами, либо лицами, собирающимися организовать бракосочетание и заверяется у нотариуса Контракт нельзя составлять после расторжения брачных уз, так как любые взаимные отношения после расторжения уз завершаются Контракт не должен ощемлять права супруга, в противном случае может быть расторгнут в суде как ничтожный Если двое собираются приобретать жилье по ипотеке, хотят избежать разногласий при расторжении их союза, рекомендуется оформить брачный Контракт для ипотечного займа Такой контракт выгоден как для банка, так и для брака Для банка хорош тем, что практически исключается возможность смены заемщика, что повышает надежность взятого кредита Для семьи контракт хорош тем, что сразу определяет и регулирует их обязанности по возмещению взятого на себя кредита, а также по не выплаченному долгу в случае развода Приобретение жилья по ипотеке, ведь в случае отказа кого-либо из них вносить свою долю, когда нет брачного контракта, долг целиком возлагается на вторую половинку Поэтому подписывая брачный контракт, каждый из супругов повышает свою безопасность, ведь в таком случае все обязуются выплачивать свою часть ипотечного кредита, даже после развода Чтобы правильно разделить достояние, нужно приложить немало усилий В этой статье был рассмотрен как можно подробнее вопрос, если квартира куплена в ипотеку до брака, что будет при разводе